Весь август у депутатов Чебоксарского городского собрания прошел под знаком юбилея столицы. Открытие детского сада в микрорайоне Новый город, капитальный ремонт дополнительного здания к школе номер 61, полная реконструкция парка Дорис, а еще десятки отремонтированных внутри домовых территорий, участков дорог, площадок для отдыха. Город твоих побед. Под таким девизом прошла праздничная неделя. Итоги социально-экономического развития Чебоксар за полугодие подвели на расширенном заседании Чебоксарского городского собрания депутатов. Столица региона на пороге реализации масштабных проектов. Только до конца этого года в городе должно быть открыто 10 детских садов. Ударными темпами строятся и новые школы. В конце прошлого года приступили к строительству школы на 1600 мест в новом городе. В сентябре будущего года она будет введена в эксплуатацию. Разработан проект школы на 1650 мест в микрорайоне Садовой. Готовятся проекты школ в микрорайоне Университетский, Солнечный и другие. В план дорожных работ в этом году включили аварийные участки. Впервые за 30 лет будет отремонтирован Сугутский мост. Здесь подрядчики не просто укладывают новый асфальт, но и меняют опоры. Еще одна масштабная для города программа «Чистая вода». Столица региона растет. В этом году строители намерены сдать свыше 9 тысяч новых квартир. В городе, отметил председатель правительства республики, должно поэтапно исчезнуть и аварийное жилье. Для этого чебоксарам необходимо включиться в реализацию национального проекта. Столичная 61-я школа стала одной из самых инновационных учебных заведений города. Открытие филиала школы для города – редкий случай. Это необходимо для того, чтобы снять нагрузку на основной корпус. Более 1800 ребят здесь обучаются в две смены. Решить эту проблему регионам поможет национальный проект, отметил председатель правительства Иван Моторин. Главная задача, которая является ликвидировать вторую смену образовательных учреждений. Надеюсь, что с вводом этой школы мы сможем разгрузить основное здание 61-й школы. На этом республика останавливаться не будет. В ближайшие годы в городе Чебоксар будет вводиться много новых школ. В новом корпусе будут обучаться старшие классы. Всего более 500 человек. Здание было капитально отремонтировано. Раньше здесь располагалась вечерняя школа. Подрядчики заменили коммунальные сети, обновили фасад, благоустроили спортивную площадку. На эти цели направили порядка 90 миллионов рублей. У школы появились и меценаты. Открытие нового корпуса нашей школы, оснащенного современным учебным оборудованием, расширит возможности наших учащихся получать качественное образование. И самое главное, в этом здании у нас появится возможность реализовать нашу мечту. Наш новый проект, который называется «Инженерно-техническая школа». В рамках этого проекта ребят будут обучать преподаватели вузов и специалисты предприятий. Так шефскую помощь в школе оказывает завод имени Чапаева. Ученики здесь постигают и азы цифровой экономики. В новом корпусе оборудовали современные лаборатории. Информатика – это любимый предмет наших детей. Они показывают замечательные успехи в различных профессиональных конкурсах. Junior skills, IT-professional. Школа приобрела новые роботы. И вот мы сейчас с ними пробуем их запродонировать, собрать. И, в общем-то, готовимся к целью. Среди учеников школы немало призеров и финалистов Всероссийской Олимпиады. Но то ли еще будет. Здесь ты действительно себя чувствуешь как дома. Эта школа дает тебе развиваться в правильном направлении. И ты можешь действительно достигнуть больших успехов. Классы очень светлые, красивые, уютные в них. Будет очень приятно учиться нам. И мы с нетерпением ждем начала нового учебного года. Чтобы туда же хочется лучше учиться. Здесь стараются быть первыми и в науке, и в творчестве. В Чебоксарах появился чудо-град. Именно так назвали детский сад, открывшийся юбилейной для столицы день. Ход строительства постоянно контролировали депутаты собрания. Открытие детского сада – праздник для большой семьи. У супругов Сандыркиных прямо как в сказке. Четыре сыночка и лапочка-дочка. В чудо-град провожают трехлетнего Пашу. Все жители этого города ждали садик, потому что много-много детей. Маленьких много детей. И все хотят ходить в садик в шаговой доступности. Пятый ребенок, надеемся, тоже в этот садик попадет. Вместе с Пашей в детский сад пойдут свыше 240 ребят. В бурно растущем новом городе немало молодых семей. Создать условия для обучения дошкалят в шаговой доступности – задача национального проекта, отметил председатель правительства республики. До конца года, помимо этого детского сада, должны быть введены еще два детских сада. А в целом, в рамках национального проекта, в 2019 году будет построено 10 детских садов, введены две школы. Город строится, город развивается. Все это на благо горожан. Город мечты вырос и у стен детского сада. Из конструкторов и из красок на мольбертах. Свои задумки в реальность воплощали участники фестиваля рабочих профессий. А зам рабочих профессий намерены обучать и воспитанников Чудо-Града. Это часть большой образовательной программы. В детском саду создана очень богатейшая предметная среда. Здесь есть все для развития детей. Не просто для развития, а для всестороннего. Стараемся квалифицированных, высококвалифицированных специалистов набирать. На строительство детского сада направили порядка 200 миллионов. Для досуга малышей в Чудо-Граде, игровые комнаты, театральная студия, спортивные площадки и даже бассейн. Вслед за открытием уже второго по счету детского сада в новом городе строится и третий. А еще и школа на более чем полутора тысяч мест. Ее открытие намечено на следующий год. О дальнейшем векторе развития столицы говорили и на открытом градостроительном совете. В нем участвовали депутаты. Во главу угла при планировании любого города специалисты ставят не машины, а людей. Как настроить мировоззрение на новую волну и как будут выглядеть чебоксары будущего. За 550 лет чебоксары неоднократно меняли облик. Сейчас архитекторы пытаются найти компромисс между сохранением исторических черт и обустройством города с учетом современных брендов. Про человека на некоторое время забыли. А вот сейчас мы снова возвращаемся и ставим главным в городе человека. И поэтому, наверное, в последнее время, вот несколько лет назад, возник такой проект, возник федеральный, под названием «Создание комфортной городской среды». Вот поэтому сами специалисты, архитекторы, градостроители должны поменять мозги, поменять голову, поменять направление своей работы. Поэтому количество участников выездного градостроительного совета не ограничивали. Благодаря открытому микрофону высказывались и бывалые архитекторы, и молодые дизайнеры. Города на Волге чем-то схожи. И перед творческим сообществом стоит задача, чтобы у нашего города был свой характер и яркий узнаваемый образ. Стоит отметить, что встреча состоялась на базе выставки Чебоксара «Вчера, сегодня, завтра», где наглядно рассказывается об архитектурно-градостроительном развитии столицы Чувашии. Удивительные идеи, воплощенные в жизни и оставшиеся мечтами. Реальность и фантазия – все это наша столица. В августовские дни в столице республики открылись более 10 праздничных площадок. На каждой своя программа. Главные участники юбилейных торжеств – сами жители. Первый и такой важный для жителей праздник собрал на дворовой площадке сотни жителей микрорайона «Садовый» и «Богданка». Здесь можно было сыграть в шахматы, прокатиться на лошади или выиграть приз. Спасибо всем за такой прекрасный праздник. Уже не первый раз выходим на нашу площадку. Замечательные конкурсы, замечательные экспонаты. Детям очень понравилось. Поиграли во все возможные игры. Также большое спасибо за то, что в нашем районе будет школа наконец-то. Наконец-то. Очень давно ждали. Будем надеяться, что мои дети пойдут в нашу школу. Строительство школы в микрорайоне планируют начать в 2020 году. А в ближайшие три года здесь появятся три крупных торговых центра. Обещают власти. И не только. С начала этого года в микрорайон «Садовый» поехали пять новых троллейбусов на автономном ходу. По улице Богдана Хмельницкого, от улицы Фучика и до микрорайона «Садовый» мы построили новый тротуар в этом году с одной стороны. В 2020 году планируем построить уже с другой стороны. Строятся два детских сада. «Садовый», как и другие районы города, постоянно развивается и преображается. Во многом это заслуга самих жителей, которые стремятся сделать свой город лучше. Для меня праздник очень важен, потому что это моя родина, это столица моей республики. Самый красивый город в Поволжье – это Чебоксары. Он очень быстро растет. Улицы чистые. И народ здесь веселый. Поэтому поздравляю всех чебоксарцев с праздником, желаю успехов, здоровья. На этом праздник для жителей микрорайона «Садовый» не заканчивается. Следующее важное событие – открытие в сентябре нового детского сада. Чебоксары, мы вместе в этот час. Одна из площадок празднования 550-летия столицы рядом с Домом культуры «Салют», что в юго-западном районе. История любимого города в памятниках архитектуры, старинных зданиях, современных арт-объектах. Это мать, покровительница, это театр, это музей. На каждой площадке сотни участников праздника и у каждого своя духовная связь с городом. Татьяна Глуходет не один десяток лет отдала творчеству. Но потому как преобразился город, я сужу по родному дворцу культуры «Салют». Вы видите сегодня, как преобразился, как праздничная шкатулочка он сегодня выглядит. Изменения коснулись почти каждого микрорайона, улицы, двора. Чебоксарцы активно в этом участвуют. А теперь у нас огромный парк, маутинбайк, всякие велосипедные дорожки, московская набережная, где был проведен чемпионат мира по акватлону. Не говоря уже о дорогах, о тротуарах, которые в этом году стали делать. Этот парк на 500 лет моложе города. Заложенный в 1969 году, он два года назад изменил статус. Но современный этнокомплекс Амазонию многие жители по-прежнему называют парком 500-летия столицы. Здесь подвели итоги конкурса караоке-проекта «А у нас во дворе». Действительно мы не ожидали, что так будут вовлечены наши горожане. Среднее количество участников на данном мероприятии было от 15 до 20 человек. И сегодня мы как раз их услышали, их участие. И действительно был уникальный проект, и жители его поддержали. И думаю, что в последующие годы он тоже будет этот проект работать и приумножать. Будет доброй традицией. Этот праздник с особым чувством встречают те, кто много вложил в развитие города. Довольно-таки большая дата. Чебоксары достойны того, чтобы этот праздник прошел как следует. И я всех чебоксарцев поздравляю с 550-летним городом Чебоксар. И хочу, чтобы мы были не только чебоксары нас достойны, но и мы были все вместе достойны Чебоксар. Хочу поздравить всех горожан с праздником. Особенно жителей микрорайона Волжской Тре, где я с 2006 года с первых домов принимала в эксплуатацию эти дома. И 35 домов последних уже до полного формирования нашего микрорайона. С праздником Чебоксары! В преддверии Дня города столичные депутаты собрались на заседание. Они решали, кто станет почетным гражданином города Чебоксары в этом году. Поощрять лучших в канун Дня города давняя традиция. Но в этом году к выбору впервые подключились горожане. На портале «Открытый город» проходило голосование. В списке шесть кандидатов. Это Козлова Зина Алексеевна, Львов Валерий Константинович, Мадянов Игорь Вячеславович, Резников Михаил Сергеевич, Рощин Игорь Валентинович, Щедрин Владимир Александрович. Победителем названия «Почетный гражданин города Чебоксары» стал Рощин Игорь Валентинович. За него отдали голосов более 30% активных горожан. В юбилейный год депутаты ЧГСД решили не ограничиваться одним почетным гражданином. И предложили присвоить высокое звание Валерию Львову, мастеру спорта СССР по боксу. Это высокий и высокий статус, единственный высокий статус нашего города. Прошу голосовать. Кто за? Спасибо. Против. Поддержавшихся не имеется. Спасибо. На заседании обсудили и рабочие вопросы. Столичные депутаты внесли изменения в бюджет города на этот год. Бюджет города Чебоксары на 2019 год предполагается увеличить по доходам в общей сумме на 9 миллионов 421,8 тысяч рублей за счет увеличения плановых назначений по поступлениям штрафов, санкций и возмещению ущерба. Эти средства направят на софинансирование строительства детского сада на 240 мест в микрорайоне Новый город. За проголосовали все депутаты. Само награждение состоялось в Большом зале администрации столицы. Атмосфера единения. В зале собрались те, кто живут в Чебоксарах десятки лет, а кто-то и вовсе с самого рождения. Они сделали для родного города его жителей многое. Ленты, знак и удостоверение. Регалии вручают почетным гражданам. В этом году ими стали заслуженный строитель России Игорь Рощин и чемпион мира по боксу Валерий Львов. Награда, которая свидетельствует о признании большинства, дорогого стоит, подчеркивает Валерий Львов в ответном слове. На счету мастера спорта СССР международного класса по боксу более 200 боев и 50 побед в крупных международных турнирах. Я так горжусь своим городом, вспоминаю всю свою спортивную жизнь. Не зря я боксировал, не зря я защищал честь города, честь своей республики, честь страны. И мы всегда стремились быть лучше и быть первыми, побеждая в Америке, в Германии. Всегда мы думали, что за нас болеют наши земляки. У этих людей богатый опыт и сложившаяся карьера. Игорь Рощин 17 лет возглавлял предприятие «Дорис». Кстати, в 1999 году за работу по возрождению исторической части столицы, строительство дамбы и дороги к храму, он был удостоен государственной премии Российской Федерации в области науки и техники. Я практически всю жизнь отдал нашей республике, нашему городу, когда ничего не было и вдруг создается. И когда я приехал в Чебоксар, извините, тут была Красная площадь, это была театральная площадь, а Красная была внизу под водой. И там кроме сараев и нескольких избушек там ничего и не было. Вокзал был за городом, а агрегатный завод это чуть ли не в другой стране. Вот и все это на глазах создавалось. Строительство, медиа, образование, спорт, культура. За каждым решенным вопросом колоссальный труд сотен людей, сотен чебоксарцев, которые каждый день делают наш город лучше. Отличившихся наградили и памятной медалью в честь 550-летия Чебоксара. Стали известны имена лауреатов премии «Общественное признание». Конкурсу «Общественное признание» уже 11 лет. За эти годы в его фонде скопилось более тысячи имен победителей и призеров. И за каждым социально значимый проект, интересная биография, важные события и многое другое, из чего складывается жизнь города. А сегодня мы чествуем тех, кто много сделал для нашего родного города. По всем дневным трудам, из года в год, десятилетиями они работали на браках родного города и горожан. Леонид Черкесов, в прошлом глава города, лично знаком едва ли не с каждым в этом зале. Годы совместной работы он вспоминает с благодарностью и уверен. У нынешних горноначальников такая же верная и работоспособная армия единомышленников. Каждый ваш проект, ваша работа, она и становится успешной, и ее поддерживают горожане. Потому что она настоящая. Потому что, повторюсь, она идет от сердца, от четкого понимания любви к городу, в котором вы живете, к своим коллегам, к людям, которые живут в ваших дворах, к вашим соседям, к вашим друзьям. Среди лауреатов премии – врачи и педагоги, студенты и пенсионеры, творческие коллективы и производственные предприятия. Их всех объединяет естественное желание. Сделать свою малую родину еще лучше, еще комфортнее и еще привлекательнее. Все, что можно сделать сегодня, не откладывайте нас завтра. В каждой номинации по правилам один победитель и два лауреата. И лишь в последние не было конкурсных мест. Народными героями безоговорочно признаны матросы, которые только за это лето спасли более 30 жизней. Я учил детей плавать в спортшколе «Спартак», сейчас она олимпийская называется, бассейн. Ну и летом меня случайно пригласил товарищ поработать спасателем. Мне понравилось, и я стал с 2006 года работать каждое лето на пляже. Кажется, ничего особенного. Каждый должен так делать, помогать людям. На стадионе «Спартак» в Чебоксарах прошел традиционный спортивный фестиваль Кубок Дружбы. Вот уже 17-й год подряд в преддверии дня рождения столицы он собирает команды землячьих с районов республики. Мини-футбол, волейбол, дисциплин не так уж много. Мощные подачи, атаки и блоки. Мяч буквально летает по залу. Зрители только успевают уворачиваться. Яльчики против Янтикова. Лидируют первые. Все радуются, все болеют. И мы тоже играем. Яльчик родился. За Яльчиком буду играть, конечно. Так эмоционально здесь реагирует практически на каждый удар. По-настоящему жаркие баталии. Ведь волейбол – один из самых любимых и массовых видов спорта у землячества. В эту зрелищную игру с большим удовольствием играет и Стар Имблат. Команда отличная. Игру вытащили. Янтикова проиграла. Ну, ребята молодцы. Отличная игра. Представители землячеств с удовольствием встречаются в столице Чуважии. Мы вместе, мы рядом, и у нас растет здоровая нация. И что все наши команды преследуют только одно – победить в этом Кубке Дружбы. Эти люди родились у себя на родине и свято хранят память о своей малой родине. Очень хотят принести своей малой родине большую пользу. И вот таким образом представить ее на этом турнире, победив на этом турнире, прославить свою малую родину на уровне столицы Чувасской республики города Чебоксары. История Кубка ведет отчет с 2003 года. Тогда Чувашский писатель Анатолий Кибеч вышел с инициативой организации такого турнира и сразу же нашел сторонников спортивной идеи. Тогда по сумме двух игр по волейболу и футболу первое место заняла команда землячества Янтиковского района. И вот администрация города тогда подарила автомобиль. Это был очень такой унушительный приз. Наша задача – это на землячество работали дружно, чтобы это движение не заглохло, не заглохло. А спортивный интерес очень высок. Кубок дружбы подарил зрителям красивую игру, спортсменам опыт и интересные встречи. Кульминацией всех юбилейных событий стал масштабный концерт на Певческом поле, который длился нон-стоп несколько часов. Граждан поздравили представители республиканских органов власти, руководители столицы. Сегодня большой праздник, большой юбилей. И от имени всего городского собрания депутатов хочу поздравить наших друзей, наших соседей, всех, кто сегодня радуется с нами, с этим прекрасным праздником. Пусть больше будет у нас маленьких детей, пусть дольше живут наши родители, пусть все чебоксарцы будут абсолютно счастливыми в этом городе. С праздником вас! И я мечтаю о том, чтобы счастье наполнилась наша всеверная. Берем верный вон, направляем крестовщику света и неверного. 12 солистов хора турецкого исполнили свои лучшие композиции в сопровождении инструментальной музыки и акапелла. Михаил Турецкий, основатель проекта, заслуженный народный артист России, рассказал журналистам, что уже бывал в Чебоксарах, и с каждым годом он видит, как меняется и развивается город. Здесь необычные регионы. Здесь заряженные на успех люди, сильные, мощные, храбрые, исторически подкованные. И вот теперь я, оказывается, узнаю, что нам 550. Представляете, основанный в 15 веке город Чебоксар. Вот что мне нравится, что не стоит на месте уровень какой-то совсем другой и в республике, и в городе. Очень мне нравится вот эта упертость национальная местных жителей, что наш город лучший, что мы должны жить престижно и комфортно. То есть это прямо вот здесь чувствуются люди со своим характером. То есть 21 регион, люди со своим характером. Вот я это обозначил для себя. И придерживаюсь этой мысли, и душа радуется, что вот в отдельно взятом регионе, республика Чебоксар, город Чебоксар, очень большое продвижение наблюдается. Сегодня необычный праздник, потрясающий. Вот эта гора, эти экраны, это берег Волги, разливы, широта, еще и погода. Ну то есть все великолепно. То есть все это, конечно, дает нам идею, что для того, чтобы быть счастливым, не надо уезжать в Москву, и в Петербург, и за рубеж. Надо любить свой город и делать все возможное для того, чтобы этот город становился мощнее и краше. Красочное фаер-шоу флайбордистов, световой шоу и фейерверк. В открытом пространстве залива все смотрелось масштабно, красочно и органично. КОНЕЦ